Да, но все-таки справедливости ради я бы хотела сказать, что у нас есть еще одно замечательное направление, ближневосточное направление. К сожалению, студентов у нас там, в принципе, довольно мало, потому что, как правило, это одна группа или две. Одна-две группы набираются на ближневосточное направление. Раньше она у нас называлась арабское направление, там в приоритете стоял арабский язык, и ребята изучали арабский язык, культуру арабских стран. Пару лет назад у нас немножко изменилась концепция, направление стало называться ближневосточное, и, насколько я знаю, будет вводиться и персидский язык, очередоваться, плюс сейчас ребята имеют возможность изучать дополнительные древние языки, это древнесирийский, по-моему, грузинский, древнеармянский, они читают тексты. В общем, ближневосточная секция направлена чуть больше, наверное, в сторону научно-исследовательской деятельности, чуть больше, наверное, с уклоном в древность. А также дополнительно можно брать турецкий язык, и даже, по-моему, наши какие-то дальневосточники входят на турецкий язык, все это ведет. Но у вас турецкий не... Алексей Владимирович на работе ведет, нет? Преподаватель другой. Вот, то есть, в общем, у ребят довольно много возможностей изучать разные ближневосточные языки. Со стажировками, к сожалению, все гораздо хуже. Это связано, прежде всего, не столько с возможностями высшей школы экономики или там школы востоковедения, сколько, собственно говоря, в ближневосточном регионе. То есть, к сожалению, вузов, партнеров найти очень сложно, потому что они, ну, видимо, или не заинтересованы, или есть какие-то другие там политические причины и так далее. Но, тем не менее, я знаю, что ведутся переговоры с некоторыми вузами, и мы очень хотим, и, конечно, все преподаватели хотят, чтобы у наших ребят было гораздо больше возможностей для стажировок. Также в рамках секции, в изневосточной секции действует, наверное, один из наших самых старых клубов. Это арабский клуб Пальмира, в котором периодически тоже происходят разные интересные мероприятия. Лекции с очень интересными, уважаемыми, приглашенными, известными людьми. Кстати, вот в рамках корейской секции недавно была лекция очень известного кореиста, корееведа. Также была встреча с послом Кореи. В общем, у нас очень много всего интересного происходит в рамках наших секций. Ну и ближневосточная секция здесь не исключение. Про стажировки сказала, про языки сказала. Наверное, все. Ну вот, кстати, буквально на эти майские праздники наши ребята, ближневосточники, собираются поехать такую научно-познавательную поездку по Армении и Грузии. Они, в принципе, всех желающих берут с собой. В общем, у них очень интересная, насыщенная жизнь. Она у них настолько интересная, настолько насыщенная, что даже сегодня, к сожалению, там никто не смотришь.